Книга «Открытым оком», том 5, вопрос 1461, тема литературы. Что означают слова из Библии? Иеремия 15, 19. На сие так сказал Господь, «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Неужели и из безбожной и ресектантской литературы можно взять полезное «Не повреди в себе»?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Можно извлечь многое из таких книг, но неопытному этого делать не нужно, иначе вполне можешь отравиться и погубить душу. Вполне достаточно чисто православной литературы. Истинная высокодуховная мысль, изложенная у святых отцов церкви. Недавно мне дали припакостнейшую и прелживейшую книгу Баптиста Рогозина. Откуда все это появилось? Книга назвали. «Но и в ней, опровергнув почти постранично всю ее, я нашел очень полезное на страницах 55-63, где он обращается даже к святым отцам, подтвердив слово пророка. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Вот как пишет Рогозин о покаянии. Захарий 12, 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят от первенца». Подлинное покаяние на основании слов приведенного текста есть не что иное, как чудесное действие излившегося Духа Святого. «И залью Духа, — говорит Господь, — как часто мы, люди, связываем покаяние с теми или иными аргументами человеческого ума, с научными доказательствами, со страхом расплаты за содеянное, страхом смерти, со всевозможными психологическими воздействиями на чувства и волю слушателя. На самом же деле истинное покаяние приходит к нам как дар свыше, как Дух благодати от Бога, ибо благодать Божия ведет нас к покаянию». Римлянам 2.4. В деле нашего пред Богом покаяния Дух благодати играет очень важную роль в представлении нашего плотского «Я». Покаяние всегда связано с чем-то унизительным, нежелательным, неприятным, и нам трудно бывает справиться с этим неправильным чувством. И вот здесь Дух благодати приходит к нам на помощь. Он дает нам благо. Благодать или дать благо является к нам в виде чего-то, в чем мы испытываем крайнюю нужду, но не имеем в самих себе сил этой нужды удовлетворить, удовлетворить. Мы, люди, никогда не сможем каяться в грехах своих до тех пор, пока мы не получим правильного о них понятия, пока не осознаем степени их преступности пред Богом. Мы способны бываем только тогда видеть наши грехи в их множестве и во всем их отталкивающем виде, когда Бог открывает нам наши духовные очи. Там, где еще нет подобного видения грехов, там не было еще и Духа благодати. Там, где Дух благодати отсутствует, будет отсутствовать и настоящее покаяние. Там, где нет покаяния, не может быть прощения грехов и желанного спасения. Заметьте дальше, что Господь обещает излить не только Духа благодати, но и Духа умиления. Дух умиления – это тот самый Дух Святой, который Бог излил на апостола в день Пятидесятницы. Это Он дал ученикам силу проповедовать Слово, грешникам желание каяться, как написано в Дняне 2.37. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» В подлинном покаянии должен участвовать весь человек, весь полностью и без остатка. Когда наше сознание пробуждено, совесть вскрыта, разум просвещен, воля готова подчиниться воле Божией, нашему порочному сердцу, сердцу каменному, надлежит тогда стать сердцем плотяным. Сердцу упорному, жестокому, звериному необходимо расплавиться, растаять. Прийти в состояние подобного умиления мы сами не способны и не можем. Если мы обращаемся к Богу, Дух умиления производит в нашей Душе нужную перемену. Дух умиления указывает нам на распятого, на того, которого пронзили, воззрят на него. Взгляд на невиновного, страдающего спасителя, всегда был основой истинного покаяния. Кающемуся надлежит, как бы, пройти по кровавым следам Христа, от Гефсимании до Голгофы, и там с ним встретятся. Дух Святой приводит кающегося на это лобное место, как пойманного убийцу, от места содеянного им преступления и ожидает от него принесения повинной, безусловного покаяния. Стоя на Голгофе и взирая на распятого, мы впервые видим себя в числе тех, кто возлюбил более тьму, нежели свет, кто враждовал с Богом, избрал варавву, распял Христа и лично ответственен перед Богом за все садение. Наша душа наполняется тогда внутренним трепетом. Мы приходим в ужас, в отчаянии, сердце раздражается рыданиями и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Конечно, есть случаи покаяния, и таких немало, когда кающийся решительно порывается всяким известным его совести грехом, не проронив при этом ни одной слезы. Но сонмом покаявшихся людей знакомо и то чувство скорби и рыдания, о котором говорит разбираемое нами пророчество. В религиозном опыте встречаются два вида плача. Плач истинный и плач ложный. Их легко различить. Правильный плач всегда будет плач о нем, плач о своих тяжких грехах, причиняющих спасителю столь невыразимые страдания. Плач ложный, плач о себе самом, самооплакиванию. Есть люди, которые никогда еще не рыдали о нем. О, сколько пролили они слез, плача о самих себе! Этот вид плача имеет мало общего с христианским, покаянным чувством. Подобно Исаву, продавшему свое первородство за чечевичную похлебку. Иуде, бросившему серебрянники первосвященникам, богачу-йоноше, отошедшему с печалью и многим другим. Эти люди плачут о себе, оскорбят не о том, что поддались соблазну игры, а о том, что проигрались. Сожалеют горько не о грехе, а о последствиях греха. Немало встречаем мы людей, оплакивающим себя и среди лиц, ищущих покаяния. Прося Бога о прощении, души они плачут, но не о грехах своих, доставивших Христа, как непорочного и чистого Агнуса, оставит славу небес прийти на землю, принять нашу вину, испить всю чашу нашего позора и страдания, а не вопято своей неудачно сложившейся жизни. О несбывшихся мечтах, о травленных радостях, навсегда погребенных надеждах, об изношенном теле своем, о полном своем одиночестве, об удручающем сознании, собственной беспомощности, об отсутствующей материальной обеспеченности, о расшатанном здоровье и частых своих недугах, об утраченной репутации и безразличном к ним отношении когда-то близких им людей. Почему Бог не придает значения такому самооплакиванию и не принимает его задолженное покаяние? Почему Бог не благоволит к слезам Усава или Иуды и не может дать им своего благословения? Потому что человек, оплакивающий самого себя, не перестает быть центром личного своего внимания. Заметьте, что в истинном покаянии этот центр переносится с кающегося грешника на милующего Бога. До покаяния главным центром жизни кающегося было его порочное, эгоистическое «я». Вокруг этого центра вся его жизнь вращалась. После покаяния единственным центром внимания и всей жизни покаяшегося становится Бог. Отсюда самооплакивание больше вредно человеку, чем полезно. Самооплакивание удаляет человека от Бога, не позволяет ему ощутить в себе должную покаянную глубину, не дает, как говорят, стукнуться ему одно, чтобы опять всплыть кверху. Самооплакивание вредно еще и потому, что истинное сокрушение сердца и обращение к Богу приводит кающегося к радости. Из бездны отчаяния она поднимает человека и ставит его на скалу, тогда как самооплакивание отказывает плачущему в утешении. Оно толкает человека в топ уныния, к отчаянию, к самоубийству. Христос сказал, «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». И все, кто прошли путем горького, покаянного вопля, неизменно обретали небесное утешение и радость. Салон 29, 12. «Ибо услышал Господь голос плача моего, и ты обратил все этого не мое в ликование». Исайя 61, 3. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа плавная одежда». Подлинное покаяние поднимает человека, поднимает его сердце, его голову, его руки. Истинное покаяние, рыдание всегда заканчивается духовным возрождением, уверенностью в прощении грехов и радостью спасения. Крест Голгофы, вначале вменяющийся грешнику в вину, позже принимается им как единственная основа его прощения. Христианство первых веков было религией радости. Примирившиеся с Богом грешники, спасенные по его благодати, знали в те времена, что значит радоваться радостью неизреченную и преславную. Но пять веков спустя, когда люди пытались следовать за Христом без предварительного покаяния, без оставления грехов, без обновленной жизни и Духа Святого, христианству стали приписывать подавленное настроение Духа, печальное выражение лица и уныние сердца. Грех, болезнь мучительная и смертельная, и трудно человеку радоваться, пока он подвержен этой болезни. Но радость, как сильное пламя, внезапно охватывает его, когда он убеждается в полном своем исцелении. Горькие слезы покаяния прекращаются, когда Бог снимает с плачущего его греховное рубище и облекает вризы спасения. Средизвучайно важно заметить, что в истинном покаянии усматриваются четыре главных момента. Угрызение совести Исаии 16.8-1, сокрушение сердца Псалом 58, исповедание умост Римлянам 10.9-13, направление исправления жизни Матфея 1.8. Не подлежит сомнению, что все эти четыре этапа покаяния очень важны. И однако, ничто так не свидетельствует об истинности покаяния, как сотворение достойного плода покаяния, то есть исправления жизни. Мы готовы забыть иногда, что это покаяние наше, только тогда бывает действительным, когда мы воздерживаемся от того, в чем каялись, и не допускаем уже в жизни в наших грехов, исповеданных однажды пред Богом. Грех, прощенный Богом, есть только грех, оставленный нами навсегда. Слушайте, что говорят по этому поводу некоторые из отцов церкви. Иоанн Блатоуст «Чтобы получить прощение от Бога, недовольно молиться два или три дня. Надо бы произвести перемену всей жизни и оставив порог, постоянно пребывать добродетели. Бог не оставляет нам грехов, когда мы сами их не оставляем». Василий Великий говорит, «Самый верный знак, по которому всякий кающийся грешник может узнать, действительно ли грехи его прощены Богом, есть тот, когда мы чувствуем такую ненависть и отвращение от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели произвольно грешить опять перед Господом». Григорий Богослов говорит, «Покаяние имеет как бы два лица. Оно взирает на прошедшее и на будущее, на прошедшее, дабы оплакивать созейные грехи, на будущее, чтобы не делать их уже более». Исаак Сирин говорит, «Кто в надежде на покаяние поползнется вторично совершить тот же грех, которым принес покаяние, тот лукаво поступает с Богом». Продолжение следует...